Привет всем ребятки, и сегодня у нас будет более развлекательное видео, чем познавательное. Посмотрим игру Ravion 2 от Netmarble, а если у тебя вдруг плохо грузится данное видео, то и в описании, и в закрепе будут, во-первых, телеграм-каналы, где я выкладываю посты, а также ссылка на такое же видео, но в ВК, где, разумеется, можно посмотреть без пинков и VPN-ов. Итак, Ravion 2 представляет из себя кроссплатформенную MMORPG от нашей знаменитой корейской компании Netmarble, которая вышла в мае 2024 года. И где бы я ни искал, не смог найти никакой информации об обновлениях. Неужели за полгода они нафиг ничего не выпустили? Вполне возможно, так же, с чем я столкнулся на старте, что меня сильно разочаровало, это очереди на серверах. Обычно такая проблема, ну, фиксится хотя бы в край, в край за месяц. Тут же за полгода ситуация так же никак не изменилась. Либо мало серверов, ну, либо много ботов, с которыми никто ничего не делает. И если ты вдруг подумал, что я тебе здесь буду наливать один негативчик, то нет, доставай-ка второй стаканчик, потому что сейчас нальем и позитивчика. Это очень классное, очень сочное формирование истории и повествования, а именно его визуализация. Ну, давненько я не видел таких шикарных, красивых роликов, таких гармоничных, которые себя дополняют. Также здесь очень много классов на любой, как говорится, вкус и цвет. Сделаны они грамотно, качественно, интересно, проработано, детализировано. Всё, что только душе угодно, плюс ты можешь настроить под себя любой персонаж. Ну и, разумеется, у всех девочек трясутся сисечки. За что? Разумеется, билайк. Итак, у нас идёт небольшое продолжение истории. У нас есть какие-то еретики, которые используются различными чёрными ритуалами. Вообще, да, этот проект в очень тёмном фэнтези, в очень-очень. То есть, здравствуйте, различные нечеловеческие ритуалы, всякие скрещения, мутации и всё в этом роде. Монстры здесь все максимально отвратные и болеводные. Но от этого даже становится интереснее. Данный сеттинг, хоть и не особо новый, но приносит довольно большущий масштаб развития как лора, так и персонажей, так и сюжетки. То есть, боссов можно клепать, ай да, ушёл. Ну и вертеть сюжетом. Тут ритуалы, там ритуалы, здесь нечисть, там нечисть. И, разумеется, со всеми мы будем сражаться. Что же касается геймплея. А вот тут сейчас будет удар по самому больному месту. Панель. Скиллов здесь построена больше под стиль линейки. И игра является кроссплатформенной. И, соответственно, больше упор идёт, конечно же, на ПК, а вообще никак не на мобильный гейминг. Во-первых, у нас две панели. Длинные, горизонтальные. Одна посередине, для всяких фласочек различных и усилений. Вторая справа, для скиллов. Шифта нету. Даже в Мир 4, которая была максимально загублена блокчейном. И у неё тоже была горизонтальная панелька. Там был шифт. Там был у нас простор для тактического мышления. То есть, мы могли задоджить сильную атаку противника. И провести какие-то свои контратаки. Тут же все ваши тактические изыскания будут биться банковской картой соперника. Соответственно, чем больше мощи, больше бэмот, тем сильнее он даст вам в рот. Потому что здесь система, как в линейке. Вы будете бить друг друга. Соответственно, у кого лучше скип, круче скиллы, тот и даст друг другу больше по морде. Плюс, разумеется, автобой автоквест. Хотя сейчас это трудно считать за минусом, потому что, ну, трудно найти игры, в которых их нету. Но и качаться мы будем больше на гринде. Да, это гринделка. То есть, мы встаем на какую-то точечку и можем всю ночь защищать мобов. Что максимально я не люблю и не приветствую. И наигрался я уже в эти гринделки. И видеть их я не могу. Также здесь есть различные питомцы, есть различные костюмы, которые мы будем, что? Правильно, выбивать через гачу. Здесь она тоже есть. И никуда от неё не деться. И я вам сказал, что надеюсь, будет она жёстче. Потому что во всех играх по типу линейки самая жёсткая гача, то есть, что-то там выбить, это просто нереально. То есть, не месяц. То есть, я играл в Мир 4, там тоже была не самая кайфовая гача. И там, чтобы красные шмотки себе накрафтить, чтобы выбить себе красных питов, ну, уходило, наверное, полгода, год. Где-то в этих временных промежутках времени. Извиняюсь за тавтологию. Скиллы, кстати, мы активируем на авто просто свайпом вниз. Такую систему мы тоже с вами неоднократно встречали. И к чему же мы приходим по итогу? А в итоге мы имеем довольно годные зачатки хорошего продукта с максимально упизженным геймплеем. Играть ли в неё сейчас? Ну, конечно же, нет. Когда она выйдет на глобальный релиз, ну, возможно, стоит всё-таки будет её пощупать и посмотреть, что она будет из себя представлять. Будет ли в ней русский язык? Сильно сомневаюсь, потому что даже никаких вестей о глобале пока нету. Такой вот интересный проект. Пиши, что думаешь, что ещё посмотреть. Обнял-приподнял. И до встречи на следующем видео. Пока. Пока.